30-градусной жарой в тени гостеприимно встречает Краснодар прилетающих пассажиров. У зоны прилета в аэропорту многолюдно. Курортный сезон набирает обороты. К прелестям жары на улице в этом году добавились и неудобства, связанные с реконструкцией. Багаж пассажиры внутренних авиалиний ждут и получают под навесом. Об этом сооружении в социальных сетях уже сотни комментариев. Мировременная, вынужденная ситуация. Изменится уже через несколько дней, заверяет губернатора края генеральный директор базы Лаэра, компании, управляющей аэропортом. Александр Ткачев, ход реконструкции инспектирует лично. В заявленные сроки работы в зоне прилета не успели завершить. А ведь в планах в этом году еще и обновление при вокзальной площади. Все эти ларьки уже совершенно не соответствующие стандартам. Это вы понимаете прекрасно. Так называемый Шанхай, как сам сказал, убрать. Это я могу сделать, снести грейдером один день, закатать в плиту полтора суток, убрать мусор сутки, то есть там четыре дня. Город поддерживает, и осталось два частника, которые в городе... Значит, и частники поддерживают. Или они должны переоборудовать и сделать современный облик и вид, или, значит, сюда свалку. У нас аэропорт межройного класса. И он должен быть вездным в ротах не только Краснодара, но и всего юга. Это курортная составляющая, деловая составляющая. Ну, чего ж мы так позоримся. Надо, конечно, в день порядок. После завершения реконструкции аэропорта площадь вокзала увеличится вдвое. Пропускная способность составит 1700 человек в час вместо 700 нынешних. Количество парковочных мест после масштабной перестройки тоже увеличится втрое. Удобный, комфортный аэровокзальный комплекс с просторными зонами ожидания, вылеты и прилета, четыре линии досмотра и сразу несколько лент в зале выдачи багажа. На втором этаже появится выделенная зона питания. Закончить работы обещали в июне, уже июль. Те сроки, которые были даны, а я, насколько помню, в июне месяце были даны обязательства о том, что терминал будет построен, они не выполнены. Сегодня срочка, я вижу, там, июль месяц, то есть мы на днях открываем его, но, тем не менее, люди мучаются, мы видели сами. Это узкие какие-то коридоры, это, естественно, непонятная крыша, это жара, температура под 40. И, понятно, все те, кто приезжает сегодня, не только наши люди, но и туристы, конечно, я думаю, что вспоминают всех нас, они не делят, где базел, где краевая администрация, где там кто, где власть, ругают за то, что мы не готовы выполнить те обязательства, которые, в общем-то, давали. Поэтому какой вывод? Конечно, это серьезные минусы, замечания. Задача ставится следующая, в кратчайшие сроки, навести там порядок и сделать все соответствующим образом. То, что сделали за несколько месяцев в Краснодарском аэропорту, в других делают за полтора года, говорит Леонид Сергеев. В компании понимают, воздушные ворота, соответствующие международному классу, для региона задача приоритетная и стратегическая. Еще зимой закончили реконструировать международный терминал. Теперь проходить пограничный контроль можно с удовольствием, не выстаивая огромную очередь. Пропускная способность увеличилась вдвое, расширили зону ожидания вылета. Новые магазины, кафе для маленьких пассажиров оборудовали детскую площадку. Я думаю, что соответствует европейскому стандарту. Аэропорт очень изменился, настолько стало сейчас удобно летать, никаких неочередей, красота, очень удобно. Я вспоминаю, года два назад это был ужас просто, а сейчас очень комфортно и нам нравится и детям, и наши друзья все в восторге. На совещании Александр Ткачев интересуется, как идет строительство новой излетно-посадочной полосы. До конца года работы завершат. В перспективе возможно строительство еще одной при необходимости. К началу строительство нового современного терминала в Краснодаре, намеченного на 2015-й, в базе Лайра готовится основательно. Почти решены вопросы инфраструктуры, их прорабатывают транспортную логистику. Мы планировали, чтобы появился скоростной трамвай, потому что это будет аналог аэроэкспресса, как в Москве очень популярный. Высокоскоростная магистраль, которая свяжет практически всю страну. И также будет и местная железнодорожная линия. Плюс там будет автодорога. И этот аэропорт будет 66 тысяч квадратных метров, это больше, чем в Сочи, и он будет более умный. Там очень много будет внимания уделено зонам именно коммерческими отдыха. Повышение сервиса. Повышение сервиса, да. Строительство, по сути, нового аэропорта – это уже необходимость. О темпах развития региона сегодня можно судить по потоку авиапассажиров. Почти 3 миллиона в год только в Краснодаре. Около 5 миллионов в этом году примет Сочинский. Свою лепту вносят аэропорты в Анапе и в Геленджике. С 2000 года объем пассажиропоток у нас вырос в 3,5 раза. Это на самом деле активистическая нотка, которая говорит, что все планы, которые мы сегодня обсуждаем, они реалистичны, подкреплены фактическими данными и потенциалом, который сегодня есть у региона. Отечественные авиаперевозчики летать на Кубань стали чаще. Количество рейсов некоторые компании увеличили в разы по сравнению с прошлым годом. Власти края совместно с базой лаэра сегодня активно обсуждают, как организовать в регион прямые перелеты из Сибири или Дальнего Востока, а не через Москву, как это происходит сейчас. В этом случае выиграют и пассажиры, и принимающая сторона. Яна Маскаленко, Денис Перец, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар.